Здравствуйте дорогие друзья, с Вами снова фирма Петерсон и я Эдуард Петер. Сегодня мы продолжаем наш курс фотографии ювелирных изделий, потому что ювелирная фотография мне кажется это неправильно, то есть с такой ювелирной точностью фотографии напоминают, поэтому я изменил название «Фотография ювелирных изделий». Мы с Вами на третьем занятии, считаю вводную, и сегодня мы будем с Вами фотографировать, вы сейчас ее не увидите, это запонки. Запонки, казалось бы, очень простые, но мы должны с Вами прийти вот к этому результату. Казалось бы, очень простые запонки, без камушков, здесь просто материал, шелк стоит. Ничего сложного, но обратите внимание на защелку. На защелке стоит надпись «Фон Флёрки». Это мой заказчик, у него какие-то были родственники фоны, и он решил эту фирму сделать себе, фирмы NAME, это логотип, вот имя фирмы, фон Флёрки. Проблема в том, что он хотел бы, чтобы это было очень хорошо видно, а мы с Вами понимаем, что если он хочет на белом фоне и хромированную надпись увидеть, то с ней не так все просто будет. И сегодня мы с Вами этому научимся. Хорошо? Ну, давайте сделаем так, что мы сейчас подъедем очень близко сюда, потому что так Вы ничего не увидите и мало что поймете. И для съемки я только скажу, что я буду использовать нашу знаменитую крышечку от мусорного ведра, который я тут надравил. И тоже известный Вам шарик. Дело в том, что я специально дам ссылки и на практику с ведерком с этим, с крышечкой, и с этим шариком. И даже дам ссылку на то, как обойтись без этого шарика с помощью двух тазиков. А потому что я понял так, что некоторые к нам подтянулись недавно, и об этом даже не догадываются, что можно снимать с такими предметами, тазиками, крышечками мусорных бочков. Можно. И сегодня Вы еще раз в этом убедитесь. Но и тех, кто с нами давно, я прошу тоже не забывать и при выполнении домашнего задания использовать. Кстати, о домашнем задании. О нем я скажу после нашего занятия. Так что наберитесь терпения. Окей? Ну, начнем. Те из Вас, которые с нами уже почти полтора года, в принципе, уже догадались, почему я взял крышечку. Из-за отражений. Правильно. Потому что самое лучшее отражение, если я беру, допустим, серебро или хром, получается именно на хромированной поверхности. Причем, если мы хотим получить белый цвет, нам достаточно поставить кусок белого ватмана, и у нас уже будет на белом фоне. На черном еще проще. Сейчас я покажу. Вот я встал в своей черной куртке, и вот Вам, пожалуйста, хорошее отражение на черном фоне. Прекрасно, да? Так, что мы с Вами будем делать? Ну, мы возьмем с Вами вот кусочек такой липучки, и первонаперво я хочу приподнять от фона, оторвать. То есть я сейчас прилеплю сюда лепешечку, а сюда небольшой конус. И таким образом я поставлю эту фон флёрки сюда. Вот так. Сначала этот я уберу. Мне нужно разобраться вначале с надписью. Что для этого мне потребуется? Ну, во-первых, конечно же, Вы понимаете, что если мы поставим напротив черную, допустим, я уйду подальше, чтобы было видно. Поставим напротив черную полоску, она у меня приклеен магнит, и так как это тоже металлическая поверхность, очень удобно, не надо никаких подставок, то есть, понимаете, я раз и ставлю, да? Да, мы видим, что таким образом мы можем получить черную полоску здесь, на которой, в общем-то, мы и будем наши буковки выделять. Нужно другого способа, как бы на такой мелкой, очень мелкой надписи, я пока не вижу. Но проблема в том, что как только мы это сделаем, у нас задняя часть, или передняя с этой стороны, смотреть за панки, начинает чернить. Видите? То есть, мы одного зайца убили, убили, второго отпустили. Поэтому я беру тоже кусок нержавейки, буквой L немецкой так сделано, и магнит. Что я делаю? Я сейчас направляю, у меня будет источники света отсюда, она отсюда пойдет именно на вот эту часть. А потом уже с этой стороны я поставлю необходимую мне черную полоску. И когда у меня уже будет все стоять на месте, я спокойно смогу этими своими отражателями, черным и блестящим этим, управлять. Где мы будем снимать? Снимать мы будем шарик, потому что шарик в этом случае как раз позволит нам убрать паразитные отражения. Так, поставили шарик. Вы помните, что это очень удобная вещь. Во-первых, он круглый, у нее нет никаких ребер. Во-вторых, здесь мы можем установить площадку, на которой все у нас будет стоять. И за счет вот этих, это уже самодельные вещи, мы можем уменьшать количество черного пространства, которое видно здесь, и таким образом сократить ненужное отражение. Но в этом случае нам это как бы не особо как нужно. Итак, что мы с вами делаем? Так, я наклоню пока, чтобы вам было видно, что я делаю. То есть я беру площадочку из оргстекла, кладу ее сюда. Я установил площадку, а теперь уже возьму нашу запонку, поставлю примерно, примерно сейчас я поставлю на отражатели, а потом уже, глядя в объектив камеры, я могу это корректировать. А потом уже подкладывать остальные запонки с разными насадочками, с разными шелковыми кругляшками, уже не составит никакого труда, потому что с этой стороны они все одинаковые, поэтому мне нужно будет, когда я все настрою, мне нужно будет только ставить, ставить, снимать, ставить, снимать, ставить, снимать, таким образом мы достигнем той цели, которой мы хотим и мы сразу же сможем снимать большое количество. Я говорю, что когда я буду ставить эту, то естественно к ней нужны свои отражения. Самым эффективным мне показалось это взять полоску картона, с одной стороны магнит, и с другой стороны магнит. И вот уже на крепеже второй появились те самые черные полоски, которые нам необходимы. Вы знаете, чтобы человеческий глаз воспринимал хром как хром, а не как пластмассовый или алюминиевый, нам нужны три вещи. Нам нужны черный цвет, нам нужен градиент, и нам нужны так называемые хайлайты, то есть маленькие-маленькие блики, которые как раз и придают блеск. Говорят нашему мозгу через глаза, ага, это вещь блестящая. Итак, теперь после того, как мы закончили подготовку, займемся светом. Вначале поставим камеру, она, конечно, все нам закроет, но дело в том, что вы уже видели, что находится внутри, и сейчас мы будем заниматься только светом. Первое, что я сделаю, это я оставлю свет сзади, контровой. Он мне нужен для того, чтобы придать нашему фону белый свет. Он будет отражать сейчас заднюю стенку нашего шарика и заодно отразится белый свет на нашем ведерке, крышечке от ведерки. Итак, давайте это сделаем. Я буду последовательно подключать источники света и сразу же мы будем видеть результат, что на что действует. Да? Так. Итак, первый снимок делаем. Получаем вот такую картинку. Все правильно. у нас освещен только задняя часть, пока больше ничего. Я не стараюсь сразу же добиться большого света, потому что у меня, как правило, задействованы 3-4 вспышки и надо это учитывать. Следующий момент. Подтянули сверху свет. Снимаем. Смотрим. И сразу сравниваем. То есть первый снимок второй снимок. Хорошо. То есть мы как бы осветили это все нормально, но во-первых я хотел бы, чтобы у нас освещалось еще тубусом. По-моему вы его в своих домашних заданиях называете сноутом. Наверное это одно и то же, я не знаю. Может быть по-английски. Но по-немецки это тубус. То есть что я хочу сделать? Я сейчас хочу создать маленькие маленькие блики. для этого я взял тубус с решеточкой с сотами и направил на верхнюю левую часть. смотрим опять же было и стало еще раз было стало вы заметили что изменилось? Почти ничего. То есть вот этот маленький маленький блик ради него я это делаю. но у нас осталась неосвещенная передняя часть вот этой запонки. Для этого я возьму сейчас сонтбокс и вот теперь посмотрим что произойдет если мы сейчас нажмем вот вы видите что у нас отразилось белая поверхность софтбокса в передней части второй запонки что мы в общем-то и добивались и так в принципе мы пришли к готовому результату остальное мы с вами сделаем уже в фотошопе доведем я вам говорил что я буду на черном показывать но вы уже догадались что достаточно сзади укрепить черную бархатную тряпочку или обклеенную картонку бархата и все и мы получили черный фон с теми же самыми параметрами поэтому сэкономим время и лучше сейчас пойдем в фотошоп и там по-быстренькому все сделаем окей ну пойдемте ну давайте посмотрим чем мы будем заниматься в фотошопе во-первых нам надо будет вырезать все сейчас мы сделаем workflow то есть я возьму перо и с помощью пера вырежу эти две запонки отражение оставлю на фоне так то есть создам отдельный слой выведу туда только вот эти запонки отражение оставлю затем сделаю белым hintergrund то есть фон по-русски будет посмотрю что нужно будет сделать ну естественно уберем вот эти вещи наши подставочки так почистим пыль или пиксели здесь проведем скорее всего вот здесь белую полоску тем самым мы увеличим яркость и насыщенность поправим отражение потому что любой металл имеет неровности и естественно с этим надо бороться на отражениях сделаем очень слабенькие потому что никто не требует от нас зеркальных отражений ну и пожалуй все наведем резкость уберем шершавости начнем пожалуй пожалуй м а а а а а а а а и а а Субтитры сделал DimaTorzok 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 Обещаю Что касается этого домашнего задания Мы тоже говорили что каждый раз после этого курса ювелирной фотографии Или фотографирования ювелирных изделий Мы будем давать домашнее задание Вот сейчас задание запонки Неважно на каком фоне вы его снимете Их снимете То есть на белом, на черном Но предпочтительно все таки на белом Почему? Потому что серебро на белом Гораздо труднее снять Чем на черном Черном у нас сразу эффективно смотрится Красиво все Но шопы в масте своей на белом фоне И поэтому с этим надо считаться Нужно ли серебро? Или хромировку? Наверное не обязательно Можно и позолоченные Или даже золотые у кого найдутся Я понимаю что запонки вышли наверное тоже из моды Но поощрите у своих старших товарищей У них где-то должны лежать У меня во всяком случае были Итак Две недели вам ребятам Девчатам Постарайтесь И как уже я говорил Пожалуйста описывайте Свои работы И оценивайте работы других Хорошо? Ну а фирма Петерсон и я Эдвард Петер прощаемся с вами Мы желаем вам всего самого доброго До следующей встречи Пока